Привет, друзья! Видите, там за мной висит такая вот, там человечек, летающий звезды над нами и космос внутри нас. И упражнение «Полёт». Это «Полёт» упражнение. Это у нас «Хомофутурус», «Человек будущего», наша школа «Человек будущего», «Хомофутурус», «Открою в себе Творца». Вот. Теперь слушайте, когда бывает очень плохо, мы иногда забываем, что после этого может быть хорошо. При этом, когда мы делаем какие-то методики, техники для того, чтобы вывести себя из плохого состояния, допустим, вы почувствовали себя плохо, у вас страх, у вас тревога или боль какая-то, и возникла ситуация неопределённости, неизвестности, вы начинаете себя накручивать. А в этот момент надо заглянуть за горизонт. Надо сразу вспомнить, какие у вас есть важные дела. Надо сразу вспомнить, какие у вас есть нерешённые задачи, которые вы хотели бы решить, если бы был и полный сил. И сразу вспомнить эти задачи, и получается эффект айкидо. То есть вот этот вот момент всплеска напряжения, когда плохо, когда… Это же энергия. Плохо, стресс, страх, паника – это энергия. Это очень высокое нервно-психическое напряжение. Такое высокое, что в этом можно зависнуть и трястись, и когда ты трясёшься, у тебя напряжение падает, потому что организм сам инстинктивно выдаёт защитные реакции. Надо потрястись тогда. Да, у девочек тут слёзы могут пойти. Если они потряслись, допустим, у них слёзы пошли. Или делать повторяемые движения, которые вам легче всего делать в этот момент. Вот лежите в постели, например, вам стало плохо, голова заболела или стало страшно от чего-то. Вы ждёте какой-то неприятности. Всё тело как-то замыкает, может быть, а может быть по-другому. То есть по-разному это может быть. И в этот момент ногами можно так вот потрясти, потрясти, потрясти. Или руками вот так вот поделать. И самое главное помнить, заглянуть за горизонт, чтобы энергия напряжения пошла на решение тех вопросов. Вот, допустим, у вас есть какие-то нерешённые вопросы, нерешённые задачи, неосуществённые мечты. Так вот эта энергия стресса, вы её как в Айкидо можете перекинуть потенциально на решение тех вопросов. И потом, когда у вас всё это уйдёт, плохое состояние, оно безусловно уйдёт. Потому что всё время плохо не бывает. Оно уйдёт, а зато там у вас будет уже, когда вы будете решать те задачи, у вас будет такая мощность. Потому что вы сделали, перекинули эту энергию туда. Вы использовали стресс по своему усмотрению. Как стресс-трамплин. Для реализации своих задач и целей, для достижения своих мечтаний. Поэтому пользуйтесь принципом Айкидо, когда вам плохо. Да, это очень хороший принцип. В Айкидо там берут противника и через себя выкидывают туда, куда-то. И вы точно так же энергию напряжения перекинули на решение ваших волнующих задач в будущем. «Загляни за горизонт». Это психологическая самопомощь. А в момент, когда вы чувствуете себя так плохо, вы ещё помните одно правило. Его надо очень хорошо всегда помнить. Если вы применяете какие-то техники, например, вот это Айкидо, или, например, массаж ушей, разминка ушей, потому что, когда вы разминаете уши, миллионы сигналов идут в работу головного мозга, и спазмы сосудов снимаются. И клетки мозга получают посту кислорода, и в крови начинает вырабатываться эндорфин, подобные вещества, которые являются базовой основой хорошего настроения, радости и так далее. Вместо адреналина. Адреналин, когда у вас мобилизация, а когда вам плохо, адреналин. Поэтому, может быть, и шея напрягается и прочее. А вот когда эндорфин вместо адреналина, появляется расслабление, комфортность, такое приятное состояние, успокоение, такое ощущение безвремения, такое ощущение комфорта. Слушайте, слушайтесь. Я же пытаюсь вам помочь, и потом вы, когда будете пересматривать этот ролик или другие мои ролики, там есть бесплатные ликбезы. Очень много на моих ютуб-каналах, а теперь мы будем их перекачивать и в Телеграме, и в ВКонтакте. Очень много бесплатных ликбезов. Заходите и смотрите. Подбирайте там себе приемы. Подбирайте себе методики. Индивидуально подбирайте. Там есть критерии, принцип подбора путем перебора по критерию максимальной комфортности. Такого вообще в мире нет, чтобы по максимальной комфортности подбирать своеображение. А сам процесс подбора путем перебора по этому критерию максимальной комфортности развивает личность, развивает креативность мышления. и поэтому потом вы как-то легче решаете все проблемы, которые у вас возникают в жизни, неважно какие. Так вот, какое правило еще надо запомнить. Когда вы пользуетесь для самопомощи какими-то техниками, методиками, например, точечный массаж. Вот я говорил о том, что можем нажать сильно на все пальчики, чтобы было больно на все пять пальчиков. И в этот момент перекидываешь свое внимание за горизонт, то есть на будущее, на образ будущего, и там происходит переход, так называемый триггерный квантовый. Дело не в самом нажатии, а то, что когда вы нажимаете, у вас возникает пикболи. А на пикболи напряжение живет, напряжение высокое, и вы пользуетесь этим моментом как переключателем. Как переключатель мозга, да. И вы когда нажимаете, вы переключаете мозг, и в этот момент думаете о своих задачах и образе будущего, как вы хотите себя чувствовать легко, свободно. И там происходит переключение. Так вот я вам хочу сказать, этот прием, или волна, когда вы себя отпустили, вот отпустили себя, и переживаете, о чем переживаете, и сюда качаетесь, и сюда качаетесь, по принципу максимальной комфортности, по зеленой зоне, так называемой. Качаетесь, качаетесь, и так потом в какой-то момент становится хорошо, ну допустим, эта волна, или ключевое дыхание, когда вы одну минуту, буквально одну минуту, думая, о чем думается, переживая, о чем переживается, в этот момент прислушиваетесь. Прислушивайтесь, вдох у вас теплее или выдох, одну минуту буквально, и не важно, вдох теплее или выдох, но если вы этот процесс делаете, одну минуту, буквально одну минуту прислушивая, думая, о чем думается параллельно, это вам не мешает думать, о чем думается. Дышите носом, естественным образом, одну минуту прислушивайтесь, вдох у вас теплее или выдох, и не важно что, а самое важное другое, когда вы прислушиваетесь, вы заметите, через минуту, о чем бы вы в этот момент не думали, как бы вам не было плохо, как бы не было страшно, неприятно, тревожно, через минуту у вас начинает напряжение снижаться, голова проясняется, становится легко, естественно, свободно, спокойно. Такое приятное состояние, такое приятное состояние, ну да, вы как бы приземлились, вы там где-то были в таком состоянии, а теперь приземлились, такое нормальное состояние, начинаете соображать, думать и так далее, думаете, как это просто. Ну да, дело в том, что вот правило, о котором я хочу вам сказать, помните, что не в момент, когда вы делаете технику какую-то, не в момент, когда вы делаете вот этот маятник волны, волну делаете, не в момент, когда вы делаете какую-то методику, по методике вообще, по методу ключа, не в момент, а спустя несколько секунд или минут, вот надо не ждать в этот момент, когда вы, например, утром проснулись, делаете потягушенькие, чтобы довести напряжение энергии до пика, как здесь, до пика доводите, механизмы одни и те же. В ключе об этом сказано, что механизмы везде одни и те же, здесь, здесь, или когда вы моделируете прорубь, вот вам плохо сейчас, плохо сейчас, вспомните, как вы были в проруби купались, да, ну, например, перед прорубью вы делали небольшую разминку, потом вы прыгали в прорубь, и вам там было вот так, то же самое, когда, как вам плохо, когда, то же самое, механизмы одни и те же, вы в проруби, ну, в проруби-то вы думали о том, что будет потом, для чего вы прыгали в прорубь, ваша идея была закалиться или там получить какой-то эффект какой-то получить, вы же об этом думали, а здесь вас схватило то же самое состояние, и оно не приспособлено ни к чему, и поэтому оно вас пугает, а энергия напряжения та же, так вы же в этот момент, когда вам плохо, можете найти тот образ соответствующий, адаптироваться, например, какой образ у вас напоминает, какое действие напоминает, когда вот так плохо было, прорубь, или, например, когда вы что, когда вы что делали, чтобы адекватный образ подобрать, который совпадает с этим состоянием плохим, но в том образе это состояние плохое было хорошим, помогающим средством, как в проруби, то же самое и душ холодный, когда ты закаливаешься, принимая душ, у тебя образ, что ты закаливаешься, то ты закаливаешься, и вот эта энергия напряжения под ледяным душем дает тебе это айкидо в направлении закаливания, а когда тебя окатили водой холодной неожиданно, у тебя не было этой настроенности, и то же самое состояние, и ты подумал в этот момент, а вдруг заболею, и потом через неделю начинаешь хворать, или там через день начинаешь хворать, и не понимаешь откуда-то, ты себе установку создал, установку психологическую соединил с напряжением, поэтому, когда вы делаете вот это, или потягушеньки, или когда вам плохо, соединяя с установкой позитивной, и получается это айкидо, то есть вы по существу заглядываете за горизонт, и перекидываете туда вот эту мощнейшую энергию напряжения, свой страх, свою тревогу, вы перекидываете туда, это мощнейший потенциал для решения нерешаемых вопросов. Да, до встречи, друзья, следующий ролик будет еще интереснее.